Благоустройство острого отдыха в Шушенском. Какие изменения ждут любимое место? Молодежь нам неоднократно уже рекомендовала все-таки сделать что-то для активного отдыха. Финансовая грамотность для школьников. В Лисосибирске подвели итоги работы интенсивной школы. За время работы интенсивной школы наши ребята смогли посетить два московских музея. Смогли отправиться в Министерство чрезвычайных ситуаций. Нашествие белокрылых бабочек. Как с ними бороться и нужно ли? Это у нас бабочки не капустницы, это боярышницы. Они несколько отличаются. Основные боярышницы это вредители плодовых культур. В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» на острове отдыха идет подготовка к реализации второй очереди благоустройства. Специалисты фирмы-подрядчика завершили разбивку площадок. На этот раз на работы по проведению территории в порядок из федерального бюджета выделено более 7,5 миллионов рублей. Мероприятие определили жители поселка на урбан-форуме, который состоялся в прошлом году. Появились три предложения. Люди старшего возраста порекомендовали расширить дорожно-тропиночную сеть. Молодые семьи порекомендовали все-таки здесь установить детское оборудование, потому что гулять здесь хорошо, но маленьким детям, конечно, здесь скучно. Молодежь нам неоднократно уже рекомендовала все-таки сделать что-то для активного отдыха. Здесь будет выполняться скейт-площадка. Чтобы обеспечить сохранность объектов, в скором времени здесь появится видеонаблюдение. Мы уже столкнулись с тем, что большинство лавочек у нас было просто изувечено, или как слово подобрать, изуродовано. Поэтому у нас будет устанавливаться видеонаблюдение от моста, обязательно над детской площадкой, обязательно над скейт-площадкой, и продолжаться туда будет в сторону Вантового моста. Это будет обязательно. Все видеонаблюдение будет сосредоточено на пульте ЕДДС. Работы ведутся в соответствии с эскизным проектом красноярского архитектора Игоря Поляхова. Он же осуществляет авторский надзор. Сегодня Игорь Николаевич приехал проверить правильность выполнения работ первого этапа. Коллегиально было принято решение о замене покрытия скейт-площадки с асфальтового на современное, более легкое и менее травмоопасное. Общая площадь этого скейт-дрома тысяча метров квадратных, и делать здесь асфальтовое покрытие – это серьезные проблемы с отводом воды. И было сейчас на маленькой планерке принято решение, что мы делаем резиногранит, который допускает проход влаги через свою структуру. И тем самым мы уйдем от… здесь насыпная вся эта земля, намытые вот эти песчаные острова, и до плотного основания достаточно серьезные работы. Чтобы это заменить, мы ни в какие деньги не влезем. Сроки реализации второй очереди благоустройства острова отдыха с мая до конца августа 2020 года. Интенсивная школа проходила в Лиссасибирске с 1 по 11 июня. Участники территории успеха – одаренные дети, учащиеся с 6-8 классов городских школ. Ребята на несколько дней погрузились в тему финансовой грамотности. Было выбрано не конкретное направление профильное, а метапредметное область. В СЕО посвящена вся школа финансам. Чтобы все это состоялось, конечно, была проведена большая работа в течение учебного года. Были отобраны лучшие преподаватели города Лиссасибирска, которые готовили заранее задания, выбирали темы, распределяли ответственности, наполняли каждый день содержанием. Школьники общались дистанционно на специальном портале. Там же они обменивались выполненными заданиями. Формат обучения – деловая игра, финансовые будни. В программу курса вошли 9 модулей, посвященных налогам, страхованию, бюджету. За время работы интенсивной школы наши ребята смогли посетить два московских музея. Смогли отправиться в Министерство чрезвычайных ситуаций, отдел статистики Красноярского края, побывать в Центральном банке России благодаря тем виртуальным условиям, которые были созданы. Смогли проявить себя все. И ребята с математическими способностями, и с филологическими, и с художественными. Для каждого было создано поле для самореализации. Впервые участие в интенсивной школе приняли учащиеся не только из Лисосибирска, но и из четырех школ Северо-Енисейского района. Всего же обучали 123 ученика. Было очень интересно наблюдать и со стороны преподавателя, и со стороны тьютера над тем, как работают ребята. Какие интересные моменты возникают, момент организации. Сначала было сложно организовать, потому что все ребята сидели у себя дома, за компьютером. Но потом мы все-таки справились с этим, победили нашу лень, договорились, нашли время, когда мы будем вместе заходить на портал, будем работать с этим порталом. Научились договариваться между собой. Ребята познакомились с учениками из других школ. Преподаватели обменялись опытом с коллегами. Очень хочется, чтобы наша интенсивная школа стала зональной школой для всех территорий Принисейского округа. Чтобы на следующий год с желанием присоединились с нас дети города Енисейск, Енисейского района. У них это желание есть. И мы сегодня, город Лисосибирск, готовы принять этих детей для работы в этой интенсивной школе. Сами ребята отмечают, что участие в территории успеха было интересным. Они смогли попробовать себя в разных профессиях и узнали много интересной информации в финансовой сфере. Навыки, которые я приобрела, я буду использовать в будущем, они очень пригодятся. Я познакомилась со многими интересными ребятами не только из своего города, но и из других школ. На закрытии интенсивной школы ученики представили свои бизнес-идеи, поделились впечатлениями о территории успеха и поблагодарили друг друга и преподавателей за интересно проведенное время. На Красноярской железной дороге усилили меры безопасности. 35 пассажирских вагонов-поездов и 24 электрички в депо станции Красноярск и Абакан ежедневно дезинфицируют спецсредством. Особое внимание уделяют сидениям, дверям, поручням, столикам и поверхности стен. Обеззараживают и весь мягкий инвентарь вагонов – постельное белье, матрасы и подушки. Весь персонал перед рейсом также осматривают медики. Сотрудникам выдают маски, перчатки и санитайзеры. Студенческие отряды Красноярского края начали трудовое лето в онлайн-формате. Открытие прошло на площадках социальных сетей, где руководители штабов отчитались о готовности к сезону. Для участников прошли конкурсы, мастер-классы, квест и киберспортивный турнир. В этом году более 2000 студентов со всего края будут трудиться на предприятиях различных отраслей и масштабных проектах страны. Молодых людей ждут на строительстве объектов атомной энергетики России, Вангорского и Баваненковского месторождений, космодромах Восточный и Плесецк. Студентов и преподавателей разделяет не трибуна, как обычно, а экран компьютера. Защита дипломов в таком формате в Каннском технологическом колледже проходит впервые. А вот использование цифровых технологий здесь уже обычное дело. Как и в других образовательных учреждениях края, последние три месяца обучение шло в дистанционном режиме. На удаленке студенты заканчивали год, готовились к экзаменам, сдавали их и вот теперь защищают свои выпускные квалификационные работы. Говорят, дома даже как-то легче, меньше волнуешься. И ты постоянно теряешься, не знаешь, кому в глаза смотреть, что сказать, ты можешь спокойно сбиться. А дома ты спокойно даже можешь закрыть экран, где на тебя смотрят, если ты не любишь взгляды. И спокойно читать свой текст, рассказывать. Помимо того, что дистанционная защита снимает психологические барьеры, так еще и удобно тем, что экономит время. И самих студентов, которые живут в удаленных районах, и членов экзаменационной комиссии, в состав которой зачастую входят представители крупных предприятий Каннска. Председатели экзаменационной комиссии – это наши работодатели. И здесь мы прям согласовывали заранее с каждым работодателем возможность их участия. Либо, если есть эта техническая возможность, они выходили с нами на связь, они участвовали в защитах дистанционно. Также задавали вопросы ребятам, также получали ответы, вместе с комиссией обсуждали те результаты, которые получены. Таким способом свои дипломы в этом году защитили порядка 200 выпускников очного обучения и 90 заочников. С применением дистанционных технологий состоялись защиты и в филиалах Каннского колледжа – в Тосеево и Нижней Пойме. И все это во многом благодаря изменениям, которые произошли в рамках нацпроекта образования. Буквально несколько месяцев назад здесь открыли мастерские информационных и коммуникационных технологий. Их оборудовали по последнему слову техники. Мы полностью обновили всю материальную базу, которая обеспечивает получение специальности информационной системы. Эта специальность предполагает много квалификаций, и этим самым наши преподаватели все прошли повышение квалификации в этом направлении. Но и ребят обучают, преподаватели, которые являются экспертами, которые имеют особого вида сертификаты. Конечно, у студентов мотивация огромная, обучаясь еще тем более в таких прекрасных помещениях и условиях. Перестроиться с очного образования на дистанционное не составило труда не только потому, что здесь готовят специалистов в сфере IT-технологий, но и потому, что информационные технологии педагогическим коллективам на протяжении уже многих лет применяются в системе по всем реализуемым специальностям в колледже. По всему городу летают белокрылые бабочки. Многие из горожан любуются ими, не зная о вреде капустниц. Так чаще всего называют этих насекомых. На самом деле, точное название этих бабочек – бояршницы. Они получили его от растения, на котором выкармливаются гусеницы. В этом году их на самом деле больше, чем обычно, и это грозится доводом проблемами. Основная причина – это теплые зимы последние и достаточно ранняя теплая весна. То есть, соответственно, очень много перезимовало куколок, бабочек, и поэтому вышло, получилось большое количество, соответственно, бабочек. Но я думаю, если у нас еще будет дальнейшая теплая зима, то количество бабочек еще больше увеличится. Ну а чем это грозит? Чем больше бабочек, тем больше, соответственно, гусениц. Бояршница откладывает яйца на верхнюю сторону листьев различных деревьев в одной кладке до 60 яиц. За свою короткую жизнь самка может отложить до 500 яиц. Яйцо развивается 2-3 недели. Появившиеся гусеницы держатся колониями, плетут паутину и под ее защитой объедают листья. Питаются они не только листьями, но и почками растений. А ведь почки – это не только будущие листья, но и будущий урожай. Прежде всего, под ударом находятся растения с гладким листом, а именно яблоня, вишня, слива и другие садовые культуры. Нина Григорьевна – садовод со стажем. Этим участком она владеет уже несколько десятков лет и знает, как сберечь свои растения от незваных гостей. В этом году как-то непривычно бабочек очень много. Брызгаем растения плодовые и, что они еще любят, капусту. Простыми народными средствами – луковой, шелухой, чесночной. Дальше добавлять немножко борной кислоты и раствор мыла диктярного. Иначе результат будет плачевный. Однако обработка сильно пахнущими веществами дает лишь временный эффект. О гусеницах на огороде лучше позаботиться заранее. В осенний период, когда они начинают гнездиться перед зимовкой. Гнезда достаточно легко найти. Они представляют собой скрученные листья и паутину, которые нужно уничтожать. Специалисты говорят, боярышницы будут активны еще до середины июля. А потом снова пропадут до следующей весны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова